Книга открытым оком. Тема суды. Вопрос 1499. Том 5. Сколько вы получили по суду с оскорбителей своих? Отвечает Игнатий Тихонович Лавкин. По сей день ни гроша и не опубликовали ни одного опровержения, хотя решения судов давным-давно уже вступили в законную силу. И ничего невозможно поделать. И в Москву писал, и ответы были, что ждите деньги через 10 дней. Но прошли год и два, а клеветники так и спят спокойно. Что-то в судебной машине не срабатывает, когда нужно призвать к порядку хулиганов. А вот когда вздумают наказать живущих по законам Божьим, то тут мать Родина почему-то расторопнула, как спешащая на пролитие крови. Москва. Улица Арбат, 15. Главному судебному приставу города Москвы. Управление Министерства юстиции Российской Федерации по городу Москве. От Лавкина Игнатия Тихоновича. Адрес. Барнаул. 2-я строительная. 62-16. Телефон 243846. Прошу принять исполнительный лист Октябрьского района суда города Барнаула Алтайского края от 8 февраля 2002 года в отношении МК Регион для исполнения адреса МК Регион город Москва улица 1905 года 7. При возбуждении исполнительного производства в случае отказа должника заплатить указанную сумму, прошу арестовать их имущество на сумму, указанную в исполнительном листе. Деньги перечислить мне по моему вышеуказанному адресу. Копию исполнительного производства обязательно направить в мой адрес 11 ноября 2002 года. Дело номер 2-322 от 12 марта 2003 года решение именем Российской Федерации. Суд отмечает, что несмотря на предоставленные ответчиками материалов проверки деятельности трудового лагеря Стану в поселке Потеряевка, в настоящее время в установленном порядке не выявлено каких-либо нарушений в лагере. Возбуждавшееся уголовное дело в отношении Лапкина Игнатия Тихоновича прекращено за отсутствием события преступления. В связи с чем при рассмотрении данного дела суд исходит из факта добропорядочного поведения Лапкина Игнатия Тихоновича, а также правомерной деятельности трудового лагеря Стана в поселке Потеряевка, начальником которого он является. При этом суд учитывает, что религиозной деятельностью Лапкин Игнатия Тихонович занимается длительное время, является достаточно известным человеком. Факт распространения в отношении его вышеуказанных сведений в таком средстве массовой информации, как телевидение, усугубил и попрал в большей степени честь и достоинство истца. Светили Яковлев, Виктор Андреевич Пальгуев, Лев Николаевич Пальгуева Н.И. Приханова Т.К. Приходько Н.Н. Петеримова А.П.Капустина Татьяна Кузьминишина Зайнудинова С.Л. Подтвердили, что неоднократно их дети и они находились в лагере Стане. Пребывание в нем их устраивало, так как дети находились на здоровом воздухе, им прививались навык труда православного воспитания. Никаких претензий по этому поводу к Лапкину Игнату Тихоновичу у них не имелось. Только слова благодарности, поскольку после пребывания в лагере дети изменялись в лучшую сторону. В келье действительно находятся дети по 8 человек, но имеют отдельное место для сна. Девочки и мальчики спят в различных кельях. Мальчикам даже запрещено заходить в келью девочек. Свободный доступ родителей в лагерь для просещения в любое время без соответствующего заранее разрешения и уведомления. Некоторые родители-члены общины находились вместе с детьми в лагере. Денежные средства вносились за проживание детей в лагере по мере материальных возможностей родителей в небольших суммах. Деятельность лагеря Стана официально никакими органами не финансируется. Осуществляется за счет полученных денежных средств за проживание детей и благотворительности. Суд признает, относимая к режиму быта в лагере фразу «ранний подъем» и «поздний отбой», характеризующие жесткий режим лагеря, нарушающий права детей, которая не подтверждена ответчиками как соответствующая действительности. Поскольку в суде установлено, что указанные вопросы отхода детей ко сну разрешаются обоюдно решением детей в зависимости от конкретных обстоятельств, костер и т.д., в связи с чем определяется и время подъема. Факт недостаточного времени для отдыха детей в лагере не установлен в судебном заседании. Как установлено по делу и не оспорено ответчиками в установленном порядке, Лапкин Игнатий Тихонович не является старостой потеряевской общины, в связи с чем и не может влиять на объем прав членов данной общины. Не установлен и факт их отчисления из своих доходов в общину Лапкина Игнатия Тихоновича. Данные сведения являются порочащими честь, достоинство и деловую репутацию ИССА, так как резюмирует деятельность Лапкина Игнатия Тихоновича как по сути тоталитарную секту, которую он возглавляет. Указанная информация для ИССА является негативной, поскольку сущность термина тоталитаризма представляет собой деятельность, основанную на полном господстве над всеми сторонами жизни общества, насилия, уничтожения, демократических свобод и прав личности. При этом суд учитывает специфику осуществляемой ИССОМ деятельности, субъективное восприятие описываемых событий с точки зрения верующего человека, направленное с деятельности лагеря Стана на духовное оздоровление подрастающего поколения, воспитание детей в традициях православного христианства. Руководствуясь статьей 194-198 ГПК РФ суд решил признать порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Лапкина Игнатия Тихоновича сведения, распространенные ГТРК «Алтай» в передаче на лестничной площадке 17 марта 2001 года следующего содержания. Первое. Его, Лапкина, можно встретить в образе убогого старца, из кармана которого всегда торчит мобильный телефон. Второе. Лапкин обещает воспитать детей в лучших традициях православной веры. Именно на это клюют родители. Третье. Местных ребятишек там не встретишь, видимо, лагерь не внушает доверия. Четвертое. В Малей келье по 10 человек спят без различия пола и возраста. Пятое. Ранний подъем и поздний отбой. Шестое. Родители всего этого не видят, так как их сюда не пускают. Седьмое. Родители вкладывают немалые деньги за детей. Восьмое. Родители не знают, что они спонсируют зарубежную православную церковь. Девятое. Свидания с детьми здесь запрещены. Десятое. Жители в Потеряевской общине имеют еще меньше прав, чем воспитанные им дети. Десятое. Принимать какие-либо решения члены общины не могут без разрешения Лапкина и Игнатия Тихоновича, зато имеют право отчислений части своих доходов в общину. Двенадцатое. По словам тех, кто хотя бы один раз побывал в Потеряевской общине Игнатия Лапкина, ясно, что это не что иное, как тоталитарная секта. 13. Потеряевская община находится в полной изоляции. Сведения о дружине на Дмитрия Геннадьевича о том, что Лапкин соблазнил его бросить в институт, что из-за Лапкина Игнатия Тихоновича он потерял все и специальность и был в жесткой депрессии, сломался, Лапкин сказал ему, следуя за мной, я беру на тебя всю ответственность на себя. 14. Взыскать с ГТРК Алтай в пользу Лапкина Игнатия Тихоновича компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей. 15. Обязать ГТРК Алтай опровергнуть вышеуказанные сведения в своих средствах массовой информации. Судья председательствующая Михайлова Т.А. Секретарь Саржевская М.Г. 15. Сверхнbstит Cen around, educación, armored это 思亲 чаю.